Здравствуйте, с вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 398 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженный бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Молодым везде у нас дорога. Самарский хоккейный арбитр делает головокружительную карьеру в Москве. Крылья Советов проигрывают уже третий матч подряд в премьер-лиге. О неудачном старте в чемпионате страны Самарского клуба расскажет главный тренер. Крылья Советов готовы к первому матчу чемпионата страны, заявило руководство клуба. Встреча с журналистами прошла на открытой тренировке команды на спортивной базе в Самаре. И правда, первый матч и первое место в футбольной премьер-лиге. Крылья Советов на Самаро-арене выиграли у ЦСКА со счетом 2-0. Но потом последовала целая серия неудач с тульским Арсеналом, Уфой и московским локомотивом. И крылья Советов оказались в шаге от дна турнирной таблицы. Что не так в команде, расскажет мастер спорта. Три поражения подряд на старте чемпионата страны по футболу. И крылья Советов спикировали как пылающий Ил-2 почти на самое дно турнирной таблицы. Хотя за пару дней до начала соревнований и руководство клуба, и тренерский штаб были уверены в мощи самарской команды. Они заявили, что крылья Советов уже не те, которые играли в премьер-лиге в прошлом сезоне. Шесть новых футболистов подписали контракты с клубом. Здесь огромное количество людей болеют за этот клуб. Люди болеют футболом. И хороший коллектив собирается, хороший тренерский штаб. И вот эти все факторы сыграли определяющую роль. Я пришел играть в команду хорошего тренера Меодрага Божевича. И потом премьер-лига России – одна из лучших лиг Европы. Поэтому я играю за крылья Советов. Я командный игрок, так скажем, и играю в полузащите. То есть я отдаюсь полностью команде. То есть что требует тренер от меня, то и буду выполнять на поле. Первые пять игр всегда тяжело войти в чемпионат. И после пять игр уже посмотрим функционально, насколько мы готовы. Среди новичков впервые за последние годы в крыльях Советов оказались и доморощенные самарские спортсмены. Они еще вчера играли в молодежной команде. Если, я думаю, будут каждую игру выкладываться, каждую игру отдаваться, то, чего мы, в принципе, во многих играх прошлого сезона не видели, я думаю, это может компенсировать мастерство, вот это желание, борьба. Я думаю, можно рассчитывать на какое-то, по крайней мере, что уже не стыковые, где-то не внизу мы не будем. В прошлом году мы старались играть атакующий футбол, и думаю, что было достаточно игры, где мы хорошо выглядели, кроме ЦСКА, этого поражения, и первого тайма там со Зенитом. Но где-то нам чуть-чуть чего-то не хватило. Надеюсь, что в этом году будет рациональный футбол. Задачи на предстоящий чемпионат страны перед крыльями советов по сравнению с прошлым сезоном не изменились. Не опуститься ниже 10-го места в турнирной таблице. Стаковые матчи или вылеты из премьер-лиги руководством клуба не рассматривается. Финансирование будет на прошлогоднему уровне. Бюджет команды более 1 миллиарда рублей. Контролируют расход денег специалисты областного правительства. Они сейчас уже занимают тоже определенные позиции в клубе. И они помогают сейчас выстраивать жизнь и деятельность клуба, текущую, финансо-хозяйственную, прозрачно и современно, как это соответствует сегодня требованиям к современному спортивному клубу. Главное, на чем заостряет внимание руководства, это готовить и передавать игроков от детской спортшколы через подростковые и молодежные команды в команду мастеров. Этим направлением занимается руководитель городской федерации футбола Сергей Марушка. Грандиозные планы рассчитаны не на один год. Это поставлена задача губернаторам, и мы ее будем сейчас реализовывать и выполнять. Необходимо сделать академию крыльев советов. Тогда у нас будет выстроена эта система. Конечно, для того, чтобы развивать ребят дальше, необходим второй дивизион, потому что ее 19, он ограничивает возрастными своими категориями. Куда дальше ребят? Ведь многие в 19 лет еще не раскрываются. Поэтому для этого необходимо, конечно, второй дивизион необходим, чтобы они играли со старшими, и там их будет развитие 100%. Стартовый матч в премьер-лиге крылья советов провели на Самара-арене. Авиаторы принимали столичный ЦСКА. Команда, которая в последней игре прошлого сезона разгромила Волжан со счетом 6-0. Матч-реванш состоялся. 7 минут славы Александра Соболева. В начале второго тайма воспитанник барнаульского «Динамо» забил два мяча. Первый с игры в лучших традициях английского футбола, второй с пенальти. В результате специалисты признали его лучшим футболистом встречи. Соболев оказался отличной заменой ушедшего на пенсию Сергея Корнеленко, скромного снайпера. Ничего не думал, смотрел на вратаря и бил по мячу. Ты выключаешься из головы и полностью концентрация на одном объекте. Я очень рад возвращению Александра Анюкова. Я осторожно пытался намекнуть об этом прессе еще в ходе Санкт-Петербургского экономического форума, когда мы впервые, в общем-то, так всерьез стали заниматься этим вопросом. И я рад, что все получилось. И Александр сегодня уже вышел на поле. Я уверен, что это было очень важно для всей команды. И, конечно, для болельщиков, для всех любителей, для всех поклонников Крылья Совета. В итоге 2-0 победа Самарского клуба на чемпионате страны. И первое место в премьер-лиге. Первый нокдаун Крылья Советов получили во втором домашнем матче от Тульского арсенала. 2-3. Итоговый счет. А свой третий мяч забил Александр Соболев. Мы не настроились хорошо на эту игру. Начали плохо. Первый тайм, ну, так можно сказать, вяло в начале. И первый тайм, думаю, что не показали эту игру, которую мы показывали. Могла быть и ничья, но думаю, что Тула по желанию было ближе к победе и победила. Не смогли поправить свое положение в турнирной таблице Крылья и в матчах с Уфой и московским локомотивом, одинаково проиграв соперникам со счетом 1-2. После четырех матчей Самарский клуб на 12-м месте. Тяжелая игра, локомотив, хорошая команда, но мы сравняли счет. Хотели, видели, болельщики нас поддерживали. Спасибо им, хотели забить второй. Попались на контратаку и такой чуть нелепый гол. Рыжиков спас, но на добивании. Проиграли борьбу и забили второй мяч. А так, молодцы ребята, сражались до конца. Если так будем и дальше играть, то от самоотдачи, то будет все нормально, будет победа. Четвертый гол в свой актив в этом сезоне записал Александр Соболев. Однако яркая и результативная игра лучшего футболиста июля в чемпионате страны может преподнести сюрприз. И спортсменам, и самарским болельщикам. Есть вероятность, что его продадут в другой клуб. Я не сказал, что Соболева надо продавать сегодня или завтра, но в один день, когда для него будет требование, я надеюсь, что он сделает такую свою карьеру, что здесь даже очередь будет за Соболева. Так что не сказал я, что он должен ее открыть в Советах. Они в него тоже не верили. Руководство областной федерации хоккея запретили ему даже судить официальные матчи. А молодой арбитр взял и уехал в Москву. Теперь он один из перспективных хоккейных судей России. Куда приводят мечты, расскажет самарский хоккейный самородок. В хоккей пришел я поздно, достаточно, лет в 14. Захотел я играть, ну, просто играть в хоккей, даже в той же золотой шайбе. Предложили пойти в суде, и вот, ну, согласился. Ни капельки не жалею, что вошел в суде, мне очень нравится. Хоккей очень динамичная игра, и, ну, судьей в поле постоянно надо находиться в напряжении. Это, ну, достаточно ответственная работа, потому что от той вориши не зависит, как бы играть все. Начинал я с золотой шайбы. Вот, и Овлев Сергей Венеменович видел, как я первый раз вышел в самолет. Потом начали давать судить взрослые любительские команды. Это такие турниры, как «Урожай». Вот у нас есть такая самарская область, проводимая федерацией хоккей самарской области. Вот, и спортшколу в бригаде. Это такие мальчики, как МХЛ. Тогда еще была лига РХЛ. Потом руководство поменялось. И так получилось то, что, к сожалению, не платили деньги судьи. В федерация хоккейса морской области не платила и не выплачивала деньги за определенные турниры, там, за любительские в основном. Вот, и так получилось то, что мой отец, так как мне не было тогда 18 лет, за меня написал письмо в прокуратуру на федерацию хоккея самарской области, в частности, на Рузова Станислава Юрьевича. Потом, после чего, начали звонить, говорили, что ты закончишь с хоккеем в России, в Самаре. Везде закончишь с хоккеем. Потом выплатили деньги. Я закончил с хоккеем в Самаре. Все, меня убрали. Я больше не судил. Я случайно нашел в интернете то, что есть академия хоккейных судей. Она находится в городе Москвы. Вот. И позвонил туда. Позвонил Черенков Александр Робертович. Вот. Сказал, что хочу судить. Приехал в федерацию хоккея города Москвы. И мне, как бы, сказали, переезжай, будешь работать. Самое главное, что у него было стремление работать в этом направлении и достичь определенных высот. Там постоянно проводятся, да, семинары. Постоянно разбираем моменты. Постоянно тренировки, сборы. Нам выделяют лед. Это все очень хорошо. Потому что там люди очень ответственно подходят к данному моменту. Потому что качество соревнований там высокое очень. И уровень судейства тоже должен соответствовать соревнованиям. Там более класс выше. Игр больше. И можно чему-то научиться. И тем более там люди, которые профессионально к этому относятся. Он старается и пытается достигнуть. Потому что он поставил для себя цель попасть на самый высокий уровень. В стране. Если года через 2-3 мы его увидим на самом верху, мы будем все рады. Потому что человек, выслушив здесь все о себе, и то, что ему сказали, что из тебя ничего не получится, не суди, и ты вообще не суди, а ты ничего не понимаешь, давай отходи от этого дела. Ну, выбрал другой путь. Со 2 по 5 августа в Москве 2019 года будет проводиться международный хоккейн-турнир, Кубок Третьяка. И так получилось, что Федерация России прислала незначение. Какая у тебя там будет позиция? Ну, линейная у Судьбы Лайсмана. Клубные команды с разных стран мира. Такие как Швеция, Финляндия, Чехия, Канада, Соединенные Штаты. У них каждый в конце сезона подводятся итоги. Ну, вот сколько там матчей отсудили, то есть как вообще проводится игра, есть ли там какие-то большие замечания, нет. Но он попал в десятку лучших студий города Москвы. То есть, соответственно, ему было также доверено судить финал ночной хоккейной лиги России, то есть где играет наш президент Путин Владимир Владимирович. Ну, вот сейчас, то есть как бы первый международный турнир будет в жизни. Я думаю, что из него что-то получится. Возможно, и в КХЛ помощником сначала, а там и как карты ляжут, говорят, может и главный пойдет. Все мечтают судить высшие лиги. Но у нас в России высшая лига, надо нам считать, что КХЛ. Ни для кого не секрет, что лучшая лига, все, наверное, НХЛ будет оставаться. В последнее время, там два года был из Твери, вот он заключил контракт с Национальной хоккейной лиги, он сезон отсудил, но там же конкуренция очень большая. Ну, здоровая конкуренция, естественно, Америкосы его выдавили в АХЛ. И он его второй сезон отсудил, сейчас он вернулся сюда. Были в советские времена, НХЛ, да, Федосеев судья, отсудил 45 матчей, там, туда летал, судил, все это, ну, тяжело было. Ну, им сейчас уже, правда, 70 лет, вот мы общаемся на Золотой шабе, на Ночной лиге. Ну, совсем другой мир, совсем другой подход. Сейчас нет русских судей в НХЛ, и как туда попасть? Ну, будем думать, как туда попасть. А на сегодня это все, но это еще не финал Мастер Спорта. Еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова